Ну а мы продолжаем. Самовольные парковки во дворах. Это тема, которая волнует многих. Пока одни вкапывают колья и натягивают тросы, другие запинаются, получают травмы или даже переломы. Один из таких случаев произошел недавно. Жертвой парковки стала маленькая девочка. Моя коллега Валентина Скерова прокатилась по улицам и дворам краевой столицы, посмотрела, какие районы больше всего увешаны цепями и насколько такие конструкции законны. Валя, здравствуй. Привет, Чень. Ты посмотрела, вот в каких районах больше всего эта проблема актуальна, на твой взгляд? Это спальная или старая часть города? Больше всего эта проблема актуальна для всего города. Такие украшения мы заметили на улице Малахова, Попова. В общем, сейчас я вам все расскажу. Маленькая девочка играла во дворе, запнулась о парковочный трос и сломала руку. Инцидент произошел на улице Попова меньше недели назад. Ребенок вынужден забыть про веселье и провести остаток лета в гипсе. Вот как комментирует случившаяся мама пострадавшей. Бегаешь, веселишься, играешь с друзьями, а любители ограждать место парковки незаметными цепями и веревками не думают о том, что эти самые ограждения невидимы на фоне асфальта, чем и приводят к таким травмам. И от подобных самовольных парковок страдают не только дети, но и взрослые. Особенно опасны такие минные поля в темное время суток. Я однажды вечером шел и чуть не убился нахрен об эти столбы. Честно говоря, испугался даже. То есть вы запнулись и просто не видели? Конечно, темно было. И вот об этот шнурок запнулся. Хорошо, что не об столбик стопнулся. Просто упал. И все. Да и вообще, кто им разрешил эта земля общая? Блин, подъедешь, я по работе даже езжу. Подъедешь, там вылетает какой-нибудь человек, кричит, орет. Это мое место. Как твое место? Я говорю, купил ты его или что? В интернете гуляет масса роликов, где водители бьются за козырные места во дворе. Вот, например, две барнаульские автоледи подрались из-за парковки, так как мест под машину в их дворе очень мало. Их мало и в соседних. Это при том, что почти в каждой семье есть автомобиль. Кстати, застолбить себе место во дворе можно, если большинство жильцов поддержит водителя на общем собрании. Во всех остальных случаях автовладелец нарушает закон. За это предусмотрена административная ответственность. Также административная ответственность предусмотрена за нарушение дорожного полотна, если установлено, например, ограждение какое-либо. И в том и в другом случае штраф составляет до 10 тысяч рублей. Но в определенных случаях возможна уголовная ответственность это самоуправство. А там же арест на срок до полугода. Сергей Веселых также пояснил, что пожаловаться на самовольных парковщиков можно в городскую жилинспекцию и в свою управляющую компанию. Они проведут проверку и решат, как именно наказать водителя. Слушай, Валя, я вот слушаю это все, но у меня такой вопрос. Ну а если я сама возьму лопату, если мне надоело это все и выкопаю? Какие-то предусмотрены санкции, меня накажут? Это, конечно, нехороший поступок, некрасивый, но никакой меры ответственности законом не предусмотрено. Спасибо, Валентина, что присоединилась к нам в студию. Ну, а мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok